Добрый день! Сейчас я докажу основную теорему алгебры. Вообще у нее существует очень много самых разнообразных доказательств, но я остановлюсь на наиболее, как мне кажется, красивом, который я нашел в книге «Что такое математика?» Куранта и Робинсона под редакцией Кламогорова. Напомню, основная теорема алгебры утверждает, что всякий многочлен в степени n, обозначим его f от z, он имеет вид z степени n плюс n-1 на z степени n-1 и так далее по всем степеням z до нулевой. Имеет n комплексных корней. То есть существует n комплексных чисел z1, zn, таких, что при постановке вот этого многочлена он обращается в ноль. Чтобы доказать эту теорему, нам на самом деле достаточно найти хотя бы один такой корень. Если мы его найдем, то поделив этот многочлен на скобку z-z1, где z1 это найденный корень, мы получим многочлен на степень ниже. Вот такой вот. А если мы научились искать один корень, то мы найдем корень этого многочлена и так далее до тех пор, пока не найдем все n корней. Доказывать эту теорему мы будем на комплексной плоскости. И будем пользоваться таким фактом, что если у нас есть некоторый контур гамма, замкнутый контур, зависящий от параметра r, и если он при некотором значении параметра, допустим при нуле, стягивается в точку, то во время вот этого стягивания, то есть при стремлении r к нулю, он проходит через всякую точку, которая находится внутри этого контура. То есть при некотором значении вот этого параметра r, он пересечет вот эту наперед заданную точку внутри него. Вот так вот. А если он обходит вот эту точку, назовем ее, несколько раз, вот как, например, вот этот контур обходит ее трижды, то при стягивании в какую-то точку гамма 0, он пересечет точку А тоже три раза. Я думаю, это вполне очевидно. Чтобы доказать основную теорему алгебры, нам необходимо будет построить такой контур гамма, по которому будет путешествовать точка Z, чтобы контур F от гамма, по которому путешествует точка F от Z, пересекал, не пересекал, а содержал в себе, обходил начало координат n раз. Потому что если он будет обходить начало координат n раз, то при стягивании вот этого контура гамма в точку контур F от гамма тоже стянется в некоторую точку. И ему придется n раз пересечь начало координат. А всякое пересечение этим контуром начало координат будет давать нам корень. Потому что при этом при некотором Z на контуре гамма F от Z будет равняться нулю. А вот значит там нужно выбрать подходящий контур гаммы. Давайте выберем его просто окружностью радиуса R. Вот такой вот окружностью с центром в начале координат. В этом случае Z это просто R на E в степени и φ, где φ пробегает значение от 0 до 2π. В этом случае точка Z в степени n будет пробегать по кругу радиуса R в степени n и она будет делать это n раз. Вот так вот. Это легко показать просто разведя в n степень вот это выражение. Получится R в степени n радиус круга на e в степени и nφ. Вот это вот n здесь говорит о том, что круг мы оббегаем n раз. Теперь покажем то, что контур F от гамма R а вот этот круг мы обозначим гамма R. Так вот, покажем то, что F от гамма R он в некотором смысле при некотором R подобен вот этому контуру, который пробегает точка Z в степени n хотя бы в том, что он обходит начало кардинан тоже n раз. Для этого возьмем вот такую разность F от Z минус Z n отличие вот этого контура от этого и оценим ее сверху. вот этот модуль равен модулю от n-1 на Z в степени n-1 плюс и так далее до A0. Модуль суммы оценим сверху суммой модулей. a n-1 умножить на модуль Z в степени n-1 а модуль Z это просто R то есть тут будет R в степени n-1 и так далее до модуля A0. Далее сравним вот эту вот штуку с радиусом вот этого круга который обходит точка Z n то есть с R в степени n. Для этого вынесем за скобку R в степени n а в скобке останется n-1 делить на R плюс и так далее до A0 делить на R в степени n. Плохо, что здесь разные знаменатели. Давайте вот здесь все степени заменим на первую. в этом случае если R больше 1 то это только увеличит эту скобку и можно записать, что это меньше чем R в степени n на такую дробь n-1 плюс a0 делить на R а если к тому же взять R больше чем сумма которая стоит в числителе этой дроби то есть сумма вот этих коэффициентов многочленя тогда это выражение будет меньше чем R в степени n что мы получили мы получили что F от Z отличается от Z в степени n не больше чем радиус круга по которому бегает Z в степени n нарисую картинку вот у нас круг Z в степени n пробегает по нему n раз а F от Z бегает тоже где-то вот тут в его окрестности ну и тоже как-то тут вот делает n оборотов важно что она обходит n раз вокруг начала координат а почему это так потому что она бегает как бы на поводке от вот этого круга радиуса r причем длина этого поводка меньше чем r в степени n чем радиус круга и таким образом F от Z никак не может обойти вот это начало координат и ей придется сделать тоже n оборотов вокруг него так же как и точки Z в степени n значит вот это вот зеленая это контур F от гамма r а белая это вот круг по которым ходит Z в степени n теперь устремим r к нулю когда мы устремляем r к нулю контур гамма от r сжимается в точку в точку 0 а контур F от гамма от r сжимается в точку F от 0 ну и пускай вот она вот эта точка F от 0 если эта точка совпадет с началом координат то тогда нам и не нужно ничего делать Z равная 0 и так будет корнем нашего многочлена пусть она не совпадает тогда вот этот контур зеленый стягиваясь в эту точку обязан n раз пересечь начало координат и каждое пересечение будет давать нам корень ну проиллюстрирую это с помощью замечательной программы математика вот в ней я набрал вот такой код вот у меня многочлен Z в пятый плюс Z плюс мнимая единица и построим как же выглядит вот это вот как выглядит контур который будет оббегать точка F от Z а выглядеть он будет вот так вот вот это вот при малых R так он выглядит и вот он пересекает начало координат раз пересек два три пересек четыре пять пять пересечений а вот как выглядит этот контур при больших R он выглядит почти как круг который оббегается пять раз интересно посмотреть как выглядит контур если мы имеем кратный корень возьмем например корень минус два кратность которого будет вот так вот построим смотрим вот у нас контур не содержит начало координат он его пересекает и вот в этот момент вы видите он уже содержит его трижды и это все происходит одновременно вот это пересечение вот так вот то есть при каком-то значении R вот это число сколько раз содержится начало координат в этом контуре меняется от нуля до трех и мы имеем корень кратности три вот посмотрим что будет при больших R но при больших R он тоже этот контур будет приближаться к кругу который обходится три раза ну вот в принципе и все что я хотел рассказать вам о основной теореме алгебры